В России порядка 15 миллионов волонтеров, и это движение набирает обороты. Три года назад в нашей стране даже начали отмечать Всемирный день волонтеров. А форум добровольцев – своего рода подведение итогов работы, которую волонтеры проделали за год. Выражая добрую волю, безвозмездно, они приходят на помощь в самый сложный момент. Берутся за работу, которая кажется малозаметно, но так необходимо нуждающимся людям. Форум добровольцев собрал около 7 тысяч волонтеров со всей России и за рубежа. Форум проходил в Сочи. Место было выбрано не случайно. Пять лет назад здесь состоялись зимние Олимпийские игры и впервые была озвучена тема массового волонтерского движения. Сегодня город-курорт считается не только спортивной столицей, но и родиной добровольцев. Дискуссионные площадки расположились в главном медиа-центре, в сердце Олимпийской деревни. Более ста волонтерских организаций и фондов выставили свои стенды, где проходили лекции и мастер-классы. Стенд Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Продолжение следует... ...свои проекты по улучшению жизни маломобильных групп населения. Сработана VR-экскурсия для маломобильной молодежи, для деток по Калининградской области через виртуальные очки. Собственно, сами очки – это такое устройство. Самое главное – это сам фильм, который погружает ребят полностью в 360 градусов. И те люди, кто действительно не может из дома выйти, полностью проходят экскурсию благодаря вот таким новым технологиям. Завершился форум на ледовой арене «Шайба», где состоялся праздничный концерт с торжественной церемонией вручения премии «Доброволец России». Этот конкурс проходит уже в девятый раз. Среди победителей – волонтеры, организовавшие раздачу теплой еды для бездомным, помогающие в поиске пропавших людей, продвигающие экологическое движение, в частности сортировку мусора. За этот год настало еще больше. За этот год мы сделали еще больше добрых дел. У нас очень многое впереди и еще большое количество добрых дел, которые мы должны сделать. Настоящим подарком для участников стал визит президента России Владимира Путина. Он наградил волонтера года. Им стала Инесса Клюкина из Казани, которая уже три года успешно реализует проект творческой инклюзивной студии «Эмоция». Мне всегда, хочу это подчеркнуть, всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами. И скажу почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне. Праздничный концерт продолжился выступлениями популярных российских исполнителей. После пяти активных дней форума добровольцы России отдохнули под зажигательные песни артистов. Юлия Погосяна, Елена Кошлева, Видное ТВ.